Здравствуйте! В рамках декады инвалидов в коридоре первой общеобразовательной архангельской школы для общего ознакомления была вывешена стенгазета под названием «Аутизм – это болезнь или гениальность?». В стенгазете была описана история человека, который всю жизнь прожил с этим заболеванием. Он делится своими переживаниями, пишет о том, как к нему относились окружающие. Возможно, наличие одной газеты не заставит прочувствовать нас, здоровых, что значит быть не таким, как все. И все-таки для кого-то это первый шаг навстречу сложному миру, где живут дети-аутисты. Сколько таких детей в Архангельске никто не знает. Почему? Спросим у Натальи Севидовой, члена общественной организации «Общество помощи аутичным детям. Ангел». Мамы двух особенных детей. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Ну давайте сразу ответим на вопрос, почему же в министерстве не знают, сколько в Архангельской области детей с диагнозом «Аутизм». В общем, ситуация с диагностикой это заболевание на сегодняшний день остается очень сложной. Еще совсем недавно, вот два года назад, лично мне пришлось ехать самой в Москву. Я видела предпосылки к этому заболеванию своего ребенка, и мне пришлось ехать в Москву, потому что наши местные неврологи, психиатры, они боялись вообще этого заболевания, этого состояния. Они говорили, что раньше четырех лет этот диагноз не ставится. Опять же, мне как врачу было очень важно уточнить диагноз, увидеть все-таки, какое состояние моего ребенка, потому что совершенно разные состояния лечатся совершенно по-разному. Поэтому мы выбили квоту, мы съездили в Москву, нам два с половиной года привезли мы оттуда этот диагноз, к сожалению, аутизма, и при этом продолжали слышать мнение, что вам поставили диагноз неверно, потому что это совершенно рано. Хотя там поставили два разные психиатра, мы обратились в одно место, в другое. Очень уважаемые люди, которые известны по всей стране, и то вот были вот такие сомнения. Но, слава Богу, с этого года у нас нашими усилиями, в том числе нашего общества, открылся кабинет помощи аутичным детям при психоневрологическом диспансере, где работает замечательный доктор Вера Петровна Яковлев. Мы очень благодарны, в том числе, Министерство здравоохранения, что они нашли такую возможность дать нам возможность консультироваться у такого прекрасного, глубокого специалиста. И с этого года ситуация изменилась. Если я раньше всем родителям, которые мне звонили, говорили, что делать, мы видим эти симптомы, что нам делать, я говорила, собирайте вещи, деньги, езжайте в Москву. Теперь я могу со спокойной уверенностью сказать, идите к Вере Петровне, записывайтесь, попадайте, она вам скажет, что делать дальше. И все-таки у нас нет точного знания, сколько же все это детей у нас? У нас есть точное знание, но оно совершенно не соответствует общим мировым статистическим данным. Так, к примеру, на конец прошлого года, по данным нашего общества и Министерства здравоохранения, информация, которая владела наше общество, председатель общества, это 71 человек, 71 ребенок с диагнозом аутизм. Это при том, что вообще по области должно быть как минимум около 2000 таких детей. То есть смотрите, какая слабая диагностика. Что значит должно быть? А по мировым данным сейчас считается, что каждый 66-й ребенок имеет этот диагноз. То есть есть... А если у нас не так, почему мы... Нет, это во всем мире, это во всех странах проводились. Вы думаете, у нас в Архангельске ситуация намного лучше с этой ситуацией. Думаете, у нас нет таких детей? Они есть, но они идут без диагноза. Хотите, я вам пример расскажу. Вот недавно мы были в прекрасном реабилитационном центре «Ручеек» в Северодвинске. С нами в комнате была девочка 9 лет. Всю жизнь мама рассказывает, что ее диагноз ставит «сумственная отсталость». При этом я наблюдаю за ней. Она не говорит, она действительно очень сложная в поведении, она очень плохо кушает, она может без ложки. Вот такая вот. Ну, «сумственная отсталость» есть, конечно. Но она при этом прекрасно собирает пазлы. Причем вот из таких вот маленьких деталей по 120 с лишним... То есть мне вот это не собрать. Она вот так вот сортирует и раскладывает. Я говорю, вы посмотрите, разве ребенок с «сумственной отсталостью» может вот так вот заниматься вот этим делом? К Вере Петровне. Вера Петровна ставит диагноз «аутизм». Ребенок 9 лет потерял в своей жизни без квалифицированной помощи по этому диагнозу, потому что у него не было диагноза, а дети с «сумственной отсталостью» и дети с диагнозом «аутизм», они нуждаются в совершенно разном подходе. Ну, а скажите, цель есть такая, все-таки подсчитать и зафиксировать? Это обязательно нужно делать, и в этом году у нас, вот смотрите, если на прошлый год, на конец прошлого года 71 ребенок у нас с этим диагнозом, то в этом году под наблюдением у психиатра плюс к этому числу 62 ребенка. Из них 31 ребенок уже с уточненным диагнозом, то есть на 50% увеличилось заболевание по аутизму в Архангельской области, а 32 ребенка – это с чертами аутичными и находятся по динамическим наблюдениям. Скорее всего, у половины из них тоже будет этот диагноз. То есть заболеваемость до последний год практически в два раза увеличилась. Это из-за того, что работает грамотный специалист. Один специалист на Сюархангельском. К сожалению, один специалист вот такого уровня, как Вера Петровна, которая не боится какого-то осуждения. Вы знаете, что еще говорят про нас? Родителям приятно ставить диагноз аутизма, чем умственная отсталость. Это модно, это не модно, это очень грустно. Вы знаете, что у мам с детьми с аутизмом самый высокий уровень стрессовости, потому что это самые тяжелые дети, это доказано. Считается, недавно исследование проводилось там на основе гормональных каких-то исследований, уровня тестостерона в крови, серотонина и прочее. Так вот, состояние матерей с детьми с аутизмом, оно на том же уровне, что в состоянии военных при активных боевых действиях. Все зависит от инициативы родителей. В нашем городе, да. В нашем городе общество, я считаю, провело очень большую работу. Я очень благодарна мамам, которые начали эту работу. Я уже в нее втянулась. Это Любовь Викторовна Хрин, у нас Ольга Волкова. Вот такие вот активные мамы, которые начали работу этого общества. Самое главное – это создать инициативную группу родителей, которые что-то могут изменить. Вот кабинет мы считаем консультативный, да, вот эта вот Свера Петровна Яковлева, это их заслуга. Но в Архангельской области, наверное, все сложнее. Далеко не каждый может выехать даже в Архангельс, записаться на прием к специалисту. В области, я думаю, ситуация намного сложнее. Но, тем не менее, Министерство здравоохранения уже начало делать первые шаги и повернулось к вам, и слышат вас. Однозначно. Они слышат, но, к сожалению, так вот у нас реалии нашей жизни, да, все, что получается у нас бюджетно и на государственном уровне, вот лично, как мне, как маме особого ребенка, это очень не хватает. Ни по количеству, ни по качеству. Поэтому у меня немножко другие планы в этом вопросе. Нам бы очень хотелось создать какой-то центр помощи таким детям, в котором было бы соберено самое лучшее, что есть на сегодняшний момент. Это много направлений различных. Хочется вот это все сгруппировать и дать нашим детям возможность иметь то, что имеют дети Москвы и Питера. То есть это главное, чтобы не упустить время? Это обязательно. Для любого больного человека это важно. Потому что вот даже за два года, что у нас существует общество, детки растут. И мы видим, да, что дети растут, они уходят в какие-то состояния. Вот если бы мы два года начали заниматься, я думаю, что многие дети имели бы гораздо лучшие результаты. Поэтому надо как можно быстрее создавать этот центр. Мы очень настроены. Наверное, поэтому вы приглашаете специалистов из других городов и сами устраиваете эти семинары, круглые столы. Вот недавно тоже проходил такой. Я, наверное, сначала бы сказала о том семинаре, который у нас приходил в январе. Сначала из Москвы я привезла рекомендации психиатра. Он посоветовал обратиться мне, обратить свое внимание на ЭБИ-терапию. Это поведенческая терапия. Во всем мире эта методика применяется около 50 лет. У нас она в России где-то около 5 лет. Но это у нас сейчас очень развивается большими темпами, так серьезными. И в основном специалисты у нас такого сильного уровня, это Москва и Самара. И вот мы пригласили очень замечательного лектора, тренера по ЭБИ, и терапии жесткого Екатерину. На трехдневный тренинг было очень сложно найти спонсоров на проведение мероприятия. Мероприятия такого уровня довольно дорогие, потому что стоимость этого, да, перелет, проживание и прочее, прочее. И мы тогда первый раз в нашей практике мы обратились к спонсорам. Вы знаете, мы увидели довольно большую поддержку. Мы нашли деньги для возможности пригласить 24 человека. Родители мы решили, что оплатят сами. Это нужно лично их ребенку. А вот педагогов мы из-за различных учреждений, которые связаны с нашими детьми, мы пригласили бесплатно. Вот. И отзывы были потрясающие. У нас была статья в Правде Севера, где мы вот это вот все суммировали, все эти отзывы. И педагоги, и родители были очень довольны и настроены на продолжение вот этого движения. То есть вот вы уже начинаете заниматься новыми методиками. Да, применяемые методики по отношению к своим детям. Да, но, к сожалению, в Архангельске мы пока не можем найти специалистов, которые были бы в этом заинтересованы. Мы даже готовы искать спонсоров на обучение, потому что это обучение платное. Мы постоянно связываемся по скайпу, мы показываем видеоролики, мы показываем чек-листы, то есть куда мы записываем успехи ребенка. И нам говорят, так, здесь у тебя не получается. Вот здесь вот надо немножко изменить вашу методику. То есть раз в две недели нам дают такую консультацию. Единственный вопрос стоит в деньгах. Любая консультация – это деньги. Но родители таких детей, они настолько настроены в поиске средств для того, чтобы вытащить своего ребенка, я просто удивляюсь. Так у нас в июне-июле был организован проект интенсива в Малых Карелах. Мы пригласили опять московских, самарских. Вообще специалисты приехали со всей страны. Были собраны очень такая сильная команда. И вот, значит, в нашей области у нас 11 человек, 11 мам, 11 детей. И с Тольятти, с Питера, с Москвы. То есть у нас приехало довольно много родителей для этого. У нас две смены было. То есть по типу лагеря это все было. А почему это все на коммерческой основе? Потому что про государственное я вам скажу тогда по-другому. У нас есть возможности в центрах, куда я могу провести своего ребенка, и позанимаются с ним неплохие, я думаю, педагоги уважаемые. Ну, так, например, при одном центре это будет занятие продолжаться полчаса в неделю. Такого ребенка за полчаса в неделю ничего не научить. Можно маму чего-то научить. Но мама не может сутками заниматься вот этой ЭБИ-терапией, потому что она тоже мама, она тоже человек. Ей все равно нужно, например, 3 часа отвела занятия. Мама 3 часа занимается педагогом. У нас, по большому счету, даже больше в психологическом сопровождении, в педагогическом сопровождении детей, чем в терапистическом. Вообще проблемы во всем, я думаю. Пока вот на сегодняшний момент, да. То есть надо в государственные учреждения вводить новые методики? Обязательно надо. Но вы знаете, у меня немножко уже опускаются руки, потому что я вижу их бюджеты. Например, вот недавно при САФУ был выигран замечательный грант. Мы очень им благодарны, оборудована шикарная комната с очень интересными вещами для наших детей. Но вот грант закончился через полтора месяца занятий, и нам сказали все, спасибо большое, мы очень благодарны, до свидания. И вот недавно был у вас семинар? Недавно у нас был семинар, это уже томатистерапия. Это другое направление ведения наших детей. Вот я как врач совсем недавно к этому относилась нисходительно. Но я увидела, какие замечательные результаты дает эта терапия на наших мамах. Это очень важно, увидеть своими глазами, не прочитать в интернете, не пообсуждать, как сарафанное радио. А вот наша мама из Севродвинска, после прохождения нескольких сессий дети заговорили, хотя дети с диагнозом аутизм. Вы не представляете, какое счастье для мамы, когда ребенок 4 года не говорит, и вдруг он говорит, мама, я хочу кушать, дай мне пить, и начинает говорить красивыми фразами. Кроме того, что у них появляется речь, они становятся спокойнее, заинтересованнее, у них мимика изменяется. То есть они расцветают на этой фоне томатистерапии. Вообще, это очень интересная вещь. Наши мамы опять активные уже с апреля месяца практикуют эту томатистерапию при Севродвинском центре Здравушка в Севродвинске. Но я вот как мама двух детей, мне в Севродвинск каждый день возить, это надо две недели, это очень тяжело. Поэтому я обратилась к этому же специалисту, замечательная Ольга Владимировна Карандашева, Санкт-Петербург, и очень попросила, говорю, Ольга Владимировна, мы нуждаемся в Архангельске тоже. И вот у нас позавчера прошел прекрасный круглый стол. Мне очень понравилась доброжелательность родителей, мне очень понравилась их заинтересованность. И тут же пошли звонки родителей, что они хотят, готовы попробовать вот это вот направление. Хорошо. Если вот обобщить, то, значит, существуют все-таки и в мире, и в России методики, которые могут эффективно... Однозначно. ...влиять на развитие... Ольга Владимировна даже сказала такую вещь, что аутизм — это функциональное заболевание, с ней будут спорить. Что такое функциональное? То есть приходящее. То есть если правильно его курировать, ребенка можно вернуть в хорошее, нормальное, в обычное, нормотипичное, как мы говорим, состояние. Мы очень на это надеемся. Надеемся, что она всегда есть. Но для этого надо вложить очень много сил и средств для организации вот такого вот центра и подтянуть все, что можно, вплоть до канистерапии. Знаете, что такое канистерапия? Терапия с собаками. Это тоже такое направление. ЛФК, творчество. Вот мы хотим в нашем центре сенсорная интеграция. Тоже не знаете. Я вам в следующий раз расскажу. Это очень много направлений, и хочется все так вот красивое и по-умному. Ну вот во многих... Мы уже не говорили там про врачей, которые вы упоминали, что все опасаются ставить такой диагноз. А во многих ведь и детских садах, и воспитатели, и педагоги не знают вообще, что такое аутизм. Вот они там ставят диагноз действительно умственно отсталый, и все. И в общем поставили уже ярлыки. И с этими педагогами надо работать. И дети бывают жестоки, да, раз... У нас вообще была вот эта задумка собрать педагогов, которые где-то связаны. Я даже собирала список, попросила родителей, говорю, скиньте мне, пожалуйста, все фамилии педагогов, которые работают с вашими детьми, чтобы собрать на общее собрание. Мы это планировали провести ко 2 апреля. Это день помощи лицам с аутизмом. У нас немножко тут не получилось, но я думаю, что в проекте при помощи Веры Петровны Яковлевны мы обязательно проведем такой круглый стол. А как вести родителям себя вот в таких ситуациях? Когда уже есть диагноз или когда нет диагноза? Ну, когда есть диагноз, нет диагноза, но он видит, что ребенок... Со сложностями. Да, со сложностями. В первую очередь надо определиться... Он видит его в садик, а вот там психологически очень сложная обстановка получается. Вы знаете, скорее всего, если это ребенок тяжелый, аутисты ведь это очень разнородная группа. Есть детки совершенно, можно сказать, практически не отличающиеся от обычных деток. Есть очень тяжелые. Скорее всего, очень тяжелые в садике допущены и не будут, потому что это решает ПМПК. Если у ребенка какие-то временные проявления, сложности, то можно всегда найти контакт с воспитателем. Я очень благодарна нашему садику. Это 13-й садик Алинка, который находится на сульфате, куда ходят мои детки. В прошлый год это ортопедический садик. Как-то мне было сказано, что, наверное, немножко мы не по профилю к ним попали, потому что изначально диагноз у моего Илюши был ДЦП, аутизм потом поставили. И вот с ДЦП-то его взяли, а вот аутизм моим их смущал. В этом году они нашли возможность выделить занятия дополнительные с дефектологом, с психологом, с музыкальным руководителем. ЛФК — это все индивидуально. Если раньше я пыталась все время куда-то своего Илюшу таскать, на какие-то занятия, то теперь я вижу, что детский сад мне помогает настолько, они, кроме этого, помогают соблюдать мою сложную диету для этого ребенка с ограничением хлеба и молока. И я просто удивлена, что есть у нас в нашей области такие вот люди, которые идут на встречу. То есть есть понимание и есть все-таки... Вообще, когда я рассказываю, делюсь своими впечатлениями, говорят, Наташа, это не сказка, это сказка. Это правда сказка. Спасибо большое за ведущий садик. Ну, надо, наверное, все-таки больше просвещать, рассказывать, чтобы понимали эту... Обязательно. Кстати, педагоги из этого садика, я их очень часто видела на мероприятиях, которые проводили мы. Я думаю, что это отсюда информация. Да, вот два года вашему центру вы уже начали... Центра нет, два года нашему обществу. Центр у нас только в плане. Центр только в плане. В 2015 году в Архангельской области впервые отметили Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, да. Поэтому я думаю, что и в Архангельской области эта информация будет все больше внедряться. Вы знаете, я зачитаю выдержки из письма Архангела Городки Виктории Кузнецовой, мамы сына аутиста. Замечательно ее знаю, прекрасная мама. Письмо было опубликовано в газете, правда, Севера. Мой ребенок аутист и остается таким на всю жизнь. Я никогда не называю его инвалидом. Но аутизм не болезнь, а особый тип восприятия окружающего мира. Больным и инвалидами аутистов делает общество. Мой сын как иностранец, он даже говорит с акцентом, на одном из занятий у психолога Никите задали вопрос, если бы у тебя была волшебная палочка, чтобы ты пожелал много игрушек, много конфет, или чтобы мир стал лучше. Он ответил, чтобы мир стал лучше. По-моему, это многое объясняет. Я никогда не испытываю чувство стыда за своего ребенка, когда он в общественных местах громко разговаривает или бегает кругами. Не обращаю внимания на ненужные советы и замечания прохожих. Не воспринимаются больше советы врачей и педагогов, которые знают об аутизме меньше, чем я. Я знаю, мой сын самый умный и способный. Давайте совместными усилиями поможем раскрыться аутичным детям, усилиями специалистов, родителей и всего общества. Вот как не опустить руки, как заставить себя бороться, не зацикливаться на проблемах, на обидах, на горе, когда ребенок инвалид? Я думаю, надо ставить задачу, надо этого ребенка вытаскивать из тяжелого состояния и предлагать все усилия. И в этом будет цель жизни и смысл жизни. Если мы увидим хоть какие-то маленькие шажочки, а мы обязательно при этом их увидим, это будет как раз повод для того, чтобы не опускаться до депрессивных состояний. Тяжело. Спасибо вам. Удачи вам, вашим детям и всему обществу. Спасибо большое. В студии была Наталья Сивидова, член общественной организации «Общество помощи аутичным детям «Ангел». Мама двух особенных детей. В Архангельске аутичных малышей с каждым годом становится все больше. Только в организации «Ангел» их сейчас около сотни. Больше половины дошкольники. В Северодвинске 15 детей с аутизмом, в Новодвинске четверо. И еще по области около десятка. О скольких мы не знаем. А ведь право быть равным есть у всех. Оно дано при рождении. И за него не надо бороться, а зачастую приходится. Вот такие дела. До встречи.